Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор и прогноз по рынку криптовалют на сегодня, на 15 мая. Давайте для начала посмотрим, чем отметился рынок за последние 24 часа. Биткоин после достижения неких своих локальных максимумов около 8800 долларов довольно предсказуемо начал откатываться. Около 2% он теряет. Вслед за ним сравнительно опережающими темпами падают и многие из альткоинов. Около 0% держится разве что Yota, VeChain, который, кстати, до этого показывал очень хорошую динамику. Ну и, наверное, там, ну и Fear Icon тоже около 0% и Zcash, который продолжает свой рост, невзирая на то, что уже до этого довольно сильно вырос. По Zcash я все же предполагал, что у нас рынок, ну, монеты, извиняюсь, останется в пределах роста рынка, но даже несмотря на то, что рынок сейчас на около нулевых отметках, даже с небольшим падением, Zcash продолжает рост. Итак, давайте перейдем к каким-то конкретным монетам. Будем начинать с биткоина. Сегодня также у нас ETH. По многочисленным просьбам я взял вот эти вот 4 монеты. ZELICA, по-моему, называется NEO. ETH Classic по отношению к биткоину. И EOS по отношению к биткоину. Я также буду благодарен вам, если вы оцените это видео сейчас или после просмотра, если измените свое мнение ближе к концу, и если подпишетесь на канал. Будет вам респект. Итак, давайте начнем с биткоина по отношению к доллару США. В принципе, я не готов как-то изменить свое мнение относительно вчерашнего дня. Мы здесь достигли довольно сильного уровня, на котором я предлагал хотя бы часть позиции вам точно фиксировать. 8800, потому что это у нас уже зеркальный уровень, и реакция на него какая-то точно будет. Мы начинаем застревать снова в каком-то боковом канале. Я не думаю, что он будет длительный, как вот этот, по крайней мере. Скорее всего, он будет небольшим, и какой-то расклад по биткоину мы получим уже в ближайшее время. Скорее всего, это будет уже, наверное, ну, сегодня-завтра. Наверное, вот примерно такой горизонт. Уже все будет понятно, куда мы из этого ценного канала выйдем, и все-таки мы пойдем или дальше, или уйдем вниз. Напоминаю вкратце лейтмотив моего вчерашнего обзора. Здесь спокойно ставьте стоп чуть ниже 8000, и, ну, дальше не старайтесь что-то париться, угадать и так далее. Если входили по ценам, которые я вам там называл, озвучивал. Ну, и по поводу тейк-профита, здесь часть уже 8800 фиксировали. Следующая-то у нас 9500, 10000. Ну, и если очень терпеливая, то, наверное, 11700. Это будет отметка, если мы все же вот этот вот ценовой канал отрабатываем наверх, и это был действительно ложный пробой. Вот, сейчас ли формировать какие-то позиции, если вы по каким-то причинам не следили за моими обзорами и не набирали там в диапазоне или по конкретным ценам 8205 долларов, это, безусловно, вопрос сложный. Я думаю, что если мы снова перейдем к нижним границам канала, то есть около 8200 долларов, можно попробовать набрать за счет того, что это будет уж очень хорошая цена. То есть, я напоминаю, что две вещи, они повышают там ваше математическое ожидание. Первое, это если вы берете или по очень хорошим ценам, или если вы берете, когда расклад сил понятен. Сейчас ситуация такая, что расклад сил вряд ли будет понятен, потому что мы снова в боковике застряли. Поэтому все, что вам остается делать для увеличения своего математического ожидания, это получать хорошие цены. Хорошие цены здесь это 8200-8250. То есть, таким образом, это действительно будет неплохой трейд, вы от небольшого стопа здесь сыграете. Либо, когда ситуация будет понятна, то есть, по факту, вам нужно будет ждать снова выхода из этого ценного канала. Что, конечно, уже будет немного сложнее, если вы особенно не всегда можете понять, был это ложный пробой или истинный. Хотя, в принципе, никто не может особо понять. Вот, поэтому это, что касается биткоина. Более подробная информация во вчерашнем обзоре я бы не хотел то же самое повторять. Теперь идем дальше. Это эфир по отношению к доллару США. Здесь у нас аналогично ничего особо не изменилось. Часть уже точно нужно было фиксировать вчера. И теперь второй вариант. Это или ждать снова 640 и здесь набирать. Или, если у вас уже позиция набрана, то уровни остаются те же 766, 790 или следующие где-то 880 долларов. Вот. Идем дальше. А теперь возьмем криптовалюты, по которым не было вчера информации. Снова выглянуло солнце. Потрясающе. Ну, дважды такого не бывает. Теперь уж я точно не в подвале. Как вы, тем не менее, в комментариях написали. Сейчас по зелике у меня был обзор позапрошлый. Я говорил, когда цена была 2200, что тренд начал ускорение. И такая техническая перепродность явно будет приводить к коррекции какой-то там условной трендовой линии. Вот я такую условную трендовую линию начертил. Сейчас мы откатились до 1800. Я думаю, что на самом деле можем и посильнее откатиться. Ну, фактически там где-то 1600, 1500, 1600. То есть, это еще те уровни, до которых мы можем упасть. Поэтому, если я прям очень хотите вот именно этой криптовалютой заняться, несмотря на то, что она выглядит сейчас, ну, не супер с точки зрения каких-то технических сетапов. Поэтому я бы ждал чуть более хороших цен и здесь уже потом рассматривал какие-то покупки. Учитывайте также довольно сильные объемы именно на вершине рынка, что является не самым лучшим знаком в плане продолжения его роста. Вот, идем дальше. Следующий у нас это NEO по отношению к доллару США. Здесь NEO выглядит значительно слабее, чем тот же биткоин. То есть, он намного сильнее упал, чем биткоин относительно своих пиков. То есть, он там с 92, получается, долларов сейчас торгуется по 65. И я думаю, что с учетом вот этой консолидации и вот этой более глобальной консолидации, если сейчас биткоин все-таки прорывается вниз, то NEO у нас падает вплоть до 44. Потому что выглядит он реально очень слабо. Второй вариант. Почему-то я взял не Тезер, а Calculated by TradingView. Ну ладно, примерно котировки те же самые. Или второй вариант. Если все-таки биткоин у нас сейчас начинает расти, то NEO по отношению к доллару здесь, я думаю, что более слабыми темпами будет расти. Поэтому по NEO как бы ситуация следующая. Если вы просто рассматриваете альты, в которые сейчас вложится, если рынок вырастет, то лучше брать какие-то другие альткоины, которые намного сильнее выглядят. Там наподобие, ну, я не знаю, того же ETH или того же VChain, который посильнее сейчас. Или, ну, да я не знаю, много там и 120 можно найти криптовалют, но NEO явно послабее. Поэтому, если не в позиции, не заходите. Если в позиции, то выставляете стоп-лоссы. Я бы ставил чуть ниже, прям вот этого вот зоны консолидации, где-то на 56 долларов. Чтобы в случае падения биткоина выйти с малой кровью, с наименьшими потерями. Идем дальше. Следующая пара возьму к биткоину. ETH Classic. ETH Classic, когда бы находился где-то вот здесь, я ожидал коррекции. Я единственное думал, что мы ограничимся 2.300. Но мы упали вплоть до очень сильного уровня в 2.000. 2.000 сильная отметка. От нее очень часто цена отбивалась. И здесь она даже проторговывалась. После этого росла. Поэтому по ETH Classic было два вопроса у вас. Это первый, где ставить стоп и докуда его держать. Стоп однозначно нужно ставить чуть ниже этого уровня. Где-то 1850. А докуда держать? Ну, давайте скажу так. Вот у меня уровни расчерчены. Если додержите до них, будет замечательно. Но если у вас вход уже был по там около 2.000, то по 2.300 я бы первую часть уже точно крыл. То есть совсем скоро. Если же хотите ETH Classic набрать, то 2.000 как нельзя кстати к этому подходит. Это самый сильный уровень. Ну и там какой-то еще промежуточный. Межуточный это 2.100. Это в Сатоши, видимая часть котировки, которая здесь есть. Идем дальше. EOS. EOS, несмотря на то, что я его в позапрошлом видео разбирал, просит разобрать снова. Давайте так. Мы находились возле этих отметок. Когда я говорил, что сейчас будет какой-то перелом. Потом чуть-чуть цена подрастет. И скорее всего дальше вниз. Сейчас мы дальше вниз идем. Отметки, которые я оставлял как ближайший уровень поддержки. Это 12.700. То есть я думаю, что до 12.700 мы должны здесь уйти. Должны здесь упасть. Поэтому в ближайшее время я бы EOS пока брать не стал. Здесь были и объемы. Здесь был резкий рост. И довольно много он уже показал. И вышел на такой уровень капитализации. Когда продвинуть его дальше, становится уже очень сложно. Давайте посмотрим, что у нас там по EOS. Ну, не то, что прям супер сложно. Там 11 миллиардов. Но это уже очень внушительная капитализация для монеты. Которая долгое время была какой-то no name. И сейчас капитализация очень высокая. Поэтому я бы старался, если и набирать, то где-то в Сатоши. Где-то по 12.700. То есть я думаю, что коррекция еще затянется. Но я все же вам напоминаю, что все, что я делаю. Я все озвучиваю. Это только мое мнение. Вы же решение торговое принимаете самостоятельно. В идеале, если вы изучите несколько альтернативных точек зрения. И адаптируете также сделки под ваши правила money management. Обычно это 1-2% максимальный риск на одну сделку. А я с вами прощаюсь. Напоминаю вам, что рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае сюда не инвестируйте то, что вы не готовы потерять. Прощаюсь с вами. До завтра. Пока. И удачных вам сделок.